Всем добрый день! Сегодня мы поговорим на тему работы с мобильным предложением в системе один из документа оборота. У нас сейчас был ряд вебинаров по работе с этой системой. Не знаю, насколько вы уже знакомы с ней, только начинаете работать или уже плотно занимаетесь документооборотом. У нас эти темы, по сути, ознакомительные. Мы глубоко никуда не копаем в части каких-то рабочих ваших моментов, каких-то ошибок, которые вы уже встречали с настройками. Мы проходим первоначальную настройку, понимание, что это за блоки в документообороте. Знакомимся с этим функционалом. Если у вас будут вопросы по ходу или, в принципе, у вас есть уже какие-то свои наработки, направляйте вопросы, мы будем их или отдельно разбирать, или сейчас проговорим, если такая возможность будет. В общем, если есть какие-то пожелания, вот тоже можете здесь оставлять. Мы, в принципе, на связи и с разработчиками этой системы будем также доносить до них какие-то ваши вопросы или пожелания. Так, ну, сегодня мы поговорим про мобильное приложение документообороты. Если вы уже смотрели эту тему, там несколько приложений, версии реализовано. Вот 2.1, с которой работали до этого. Сегодня мы посмотрим интерфейс 2.2. Вот уже рабочее приложение. Вот там добавили пару функций, связанных с отсутствиями. Вот, да, с учетом того, что сейчас такое время, что кто-то работает в офисе, кто-то удаленно, вот, и чтобы была возможность как-то быстренько онлайн оставить оперативную связь для своего руководителя, вот, в общем, для понимания и каких-то напоминаний себе. Вот, тоже хороший функционал. Ну, и, в принципе, кроме вот этой линейки мобильных приложений с, по сути, функцией, да, выполнения каких-то задач, назначения задач, работы с почтой, а вот сейчас разработчики документооборота, ну, вот, готовят приложение, которое будет более расширенное в плане функций, там уже можно будет поработать и с документами более плотно, да, как, ну, прям там где-то карточку увидеть реквизитов документов из самой системы, вот, создать документ, вот. Ну, то есть, к этому идут, пока это все тестируется очень плотно, вот, там, ну, какой-то вариант, вы можете зайти, там, Play Market или App Store и скачать себе вот бета-версию и посмотреть ее. Так, начинаем с мобильного приложения. Наши задачи какие? Вот мы сегодня попробуем разобрать все пункты, связанные с мобильным клиентом, с работой с данным клиентом. Это подготовка мобильного клиента к работе, синхронизация данных, работа с почтой, работа с задачами и работа с календарем. По сути, это основные какие-то такие моменты, тезисы, которые вы будете встречать при работе с мобильным приложением. Мы посмотрим некие примерчики, вот, визуально посмотрим, как подключение проходит, будем переключаться в это время на мобильник, вот, и смотреть, что настраивается в самой системе бизнес-документооборот. Мобильный клиент. Ну, по сути, это отдельная конфигурация для работы с почтой и задачами. То есть, некое такое быстрое приложение, чтобы, если вы вне офиса находитесь, можно было быстренько выполнить какую-то задачу, прочитать письмо оперативно, ответить на него. Вот, это удобно тем, кто работает с встроенным почтовым клиентом, да, в самом документообороте. Вот, сразу же отрабатывать все задачки и письма в мобильном приложении. Через мобильное приложение можно просматривать приложение к письмам, готовить, отправлять письма в ответ, перемещать письма между памками. То есть, всевозможная работа с письмами предусмотрена, выполнение задач. Вы можете сами назначить задачу на выполнение, оставить запись в календаре, там, поручение, да, назначить кому-то, ну, или отслеживать сроки выполнения. Вот. Работает мобильное приложение в автономном режиме. Вот, ну, в центральной базе требуется подключение только, когда нужно обновить информацию. Действия администратора. То есть, при подключении есть часть, которую обязательно должен выполнить администратор системы, тот, кто будет настраивать работу с мобильным приложением. Ну, часть работы может сам пользователь выполнить, там, буквально скачать этот сам себе клиент мобильный, вот, считать там QR-код или ввести данные, которые администратор предоставляет по подключению. Вот. Суть работы администратора в этой части – это главное, чтобы база 1С, документооборот, была опубликована на веб-сервере. Веб-сервере. Вот. Это или EIS, или Apache, то есть, там публикация осуществляется, далее администратор предоставляет вам ссылку, вот, да, и если считываете QR-код, там автоматически, если ваш сеанс запущен, он считывает ваш логин, пароль, вот, вам достаточно только ввести адрес самой конфигурации опубликованной. Так. Сообщили вам информацию о публикации клиента, вот, включить обязательно поддержку мобильных клиентов для конкретного пользователя, вот, если это не включится, соответственно, у пользователя не будет проходить синхронизации, ему не будет доступна эта работа, вот, то есть, указать некие разрешения для работы. Так. Это то, что нужно от администратора, вот, это разрешение мобильного, ну, для работы с мобильным клиентом, буквально просто указывается в реестре пользователь, вот, после этого, если настройку уже осуществляет сам клиент, синхронизация проходит без проблем. Со стороны пользователя, то есть, пользователь заходит в персональные настройки, вот, буквально нажимает мобильный клиент область, здесь появляется окошко по настройке, то есть, сам пользователь может указать, какие действия будут доступны для работы и синхронизации с мобильным приложением. То есть, это там, или только почта и задачи нам нужны, ну, или полноценно по умолчанию оставляет все настройки синхронизации и календратики, и контроль работы. Вот, данный QR-код как раз таки предназначен для счетки и заполняет ваши персональные данные для авторизации в мобильном приложении. Синхронизация данных. Как только считали штрих-код, установили адрес, указали, нажимаете синхронизацию, происходит первая синхронизация с мобильным клиентом. При первой синхронизации сразу же те данные, которые будут передаваться, они заполнятся автоматически. То есть, там, те задачи, которые у вас назначены, там, записи календаря. Вот, далее обновление. Ну, вот, ранее было так, что нужно было только вручную запускать обновление, синхронизацию с центральной базой. То есть, вниз по экрану проводили, да, и запускалась синхронизация. Вот сейчас, в принципе, вы закрываете как-то мобильное приложение, заново его запускаете. При повторном запуске мобильного приложения сразу же происходит синхронизация. Вот. Ну, опять же, если он у вас постоянно запущен, вы просто обновляете его сбросом вниз пальцем. Так. Сейчас попробуем переключиться на рабочий стол и посмотреть в 1С документа оборот эти настройки. Так. Так, 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 стоп. Не видно ничего, коллеги. Татьяна, только вам не видно. Коллеги, подскажите, всем видно презентацию или что-то прекратилось? Не видно. Все видно. Татьяна, попробуйте перезайти. Вот. Мы сейчас как раз будем переключаться с презентажки на демонстрацию. Попробуйте перезайти. Вот. Может, получится увидеть. Так. Всем остальным вроде бы видно. Уже хорошо. Так. Сейчас я запускаю. Секундочку буквально. Так. Сейчас все вы должны увидеть трансляцию рабочего стола. Ну, то есть 1С документа оборот. Видно? Так. Напишите, видно ли всем. Так. Отлично. Видно? Пока не видно. Пока нет. Окей. Сейчас тогда перезапускаюсь. Вот тут пока при переключении бывают такие зависания. Поэтому, когда на демонстрацию будем переключаться, у нас будет небольшая заминочка. Вот. Так. 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 Мы сейчас посмотрим именно со стороны один из документов оборота подключения. И попробуем на мобилку сразу же переключиться. Так. Вот сейчас, наверное, должно вас появиться. Напишите, пожалуйста, появилось ли изображение. Отлично. Вижу. Плюсуете. Так. Это интерфейс. Тут я где-то там что-то поменял. В плане настроек. Но, в принципе, один из документов оборот. Типовая система. Вот. Демо база наша. В настройках и администрированиях у нас здесь общие настройки включаются вообще по работе с системой, как вы знаете. Для мобильного клиента нам здесь достаточно. Вот. Обратите внимание, что галка устанавливается использовать мобильный клиент. Вот. Ну, нужно указать адрес публикации на сервере. Ну, мне не потребовалось этого, в принципе. Так. Вот здесь, если его укажете, то при читке QR-кода, я думаю, он вам как раз таки заполнит сразу же в мобильном приложении вот этот веб-сервер. Ну, то есть, пользователю не нужно будет ручками его вбивать. Так. Так. Кстати, можно это как раз сейчас добавить. Секундочку. Чтобы это нам наглядно было и точно. Так. 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 Обязательно, соответственно, у вас адрес должен быть доступен из браузера. То есть, проверку можете в первую очередь там проводить после того, как вам настроили веб-подключение. То есть, если окошко у вас в браузере не будет открываться, то, соответственно, вряд ли вы и мобильник свой подключите. Вот. У нас здесь все просто. У нас нет никакой там особо безопасности при подключении, еще что-то. Вот. Там, где уже начинаются какие-то нюансы с безопасным подключением, вот, особенностями там сервера у пользователей, вот, там уже IT должны решать вот эти проблемки, которые по ходу возникают. Вот. Ну, у нас, в принципе, публичный такой адрес, общедоступный. Мы его вбили. И нюанс. Для работы с версией 2.2, то есть, если вы скачиваете мобильное приложение 2.2 версии, нужно установить еще обязательно галку «Использовать отметки времени». Она вот находится в настройках обмена данными, если будете искать. Вот. Ну, в принципе, вы когда пытаетесь подключиться, указали все параметры, нажимаете синхронизацию, сразу же предложение вам выдается. Настройте использовать отметки времени. Вот. Проходите в настройки администрирования и в настройках обмена найдете эту галочку. Так. Сохраняем настройки. Здесь мы все галочки проставили. Также в настройках администрирования по мобильному клиенту вот есть блок отдельный. Там вы сможете увидеть мобильные клиенты, которые подключаются. Вот это я здесь уже проводил свои подключения. Ну, никакой мониторинг работы с мобильными приложениями. И вот разрешенные мобильные приложения у меня пока только я, администратор. Сюда пользователи обязательно тоже перед настройкой нужно добавить. Вот. Так. И сейчас попробуем переключиться на мобильник. У меня там, в принципе, есть живое подключение уже. Попробуем вторую провести. Ну, так, с нуля. Так. Я переключаюсь. Надеюсь, сразу же получится переключение. Устанавливаем трансляцию тут. И переключаемся. Так. Мобильное приложение, подскажите, видите сейчас? Переключилось ли на мобильник? Так. На мобильнике переключилось. Секунду. Так, подскажите, сейчас что-то видно. А вот так, наверное, вы видите мой рабочий стол. Коллеги, подскажите, видно ли мобильник мой? Так, видно, отлично. Так, я сейчас переключаюсь на настройку нашу. Я вот здесь смотрел, подглядывал параметры нашего подключения. Я выберу из данного клиента. Вот у меня есть второй клиент. Вы здесь, кстати, можете подключать несколько приложений подряд. Вот, как только вы скачиваете мобильное приложение, у вас появляются вот такие настройки для подключения. То есть вы или считываете QR-кодом все данные для подключения, или вручную проводите эту настройку. И можете попробовать с домобазой поработать. То есть тут уже 1С-ники опубликовали эту базу. Вот, можно с ней поработать. Так, и для подключения мы идем в те самые... Сейчас попробуем QR-кодом считать. Мы идем в настройки. Персональные настройки. Мобильное приложение. Так, вот я сейчас считал QR-код. Вот, обратите внимание. Да, вот, когда вы указываете веб-адрес, он считывается, указан логин. У меня тут модификация без пароля. В принципе, нажимаете готово, и синхронизация пошла. Вот, если все удачно, тут тоже обязательные условия памяти должно хватать на самом оборудовании. Вот, если памяти не будет, хватается, соответственно, и синхронизация не пройдет. Вот, но все первоначальные данные у вас заполнятся, которые у вас сейчас в работе. По календарю, задачам, поручениям и так далее. Так, ну, вот это подключение. Тут, в принципе, ничего такого фундаментального. Перейдем обратно на презентажку. Тут пока приостановимся. Так, видно обратно презентацию, коллеги? Напишите, пожалуйста, видно ли презентажку. Да, вроде бы видно. Отлично. Коллеги, вот делаем такие... Так, Татьяна Александровна. А Татьяна Александровна, вы перезашли, так и не получилось, вы видите? Окей, Татьяна Александровна, давайте для вас... Мы делаем запись. Вы экран видели. Ну, мы делаем запись. В любом случае вы сможете посмотреть и в записи, вот, и отдельно презентажку. То есть, вот эта вся информация сохранится. Ну, вот, передадим вам обязательно. Ну, вообще всем разошлем, так что не переживайте. Если кого-то и забудем, вы обязательно пишите нам, вот, чтобы мы передали эту информацию. Так, коллеги, у нас там... Мы пока переключаемся на демонстрацию, еще что-то, делаем паузы, пишите вопросы. Если что-то уже есть, какие-то вопросики, пишите там, у нас они фиксировались. Вот, где вам удобно, или в чате, или в отдельном вопросе, вот у нас есть вкладочка. Ну вот, сдавайте. Что нам будет доступно при подключении мобильного приложения? Ну, работа с почтой. Обязательно учтите, что работа с почтой, это только в том случае, если вы используете штатный клиент самого 1С документа оборота. Вот, у нас, в принципе, да, и 1С, это как раз-таки используется штатный, удобная штука. Вот, рекомендуем, так как, по сути, у вас объект самого прямо в почте, не нужно переключаться, да, чего-то там, какие-то письма там передавать, или какую-то информацию. Вся работа пользователя, у которого есть задача, там, из письма трансформировать его в какой-то документ или задачу, да, она произойдет у вас прямо в самой системе 1С документа оборота, ну, или через мобильный клиент. Это достаточно удобная функция. Ну, вот, ну, некоторые по своим политикам не используют этого, но, в принципе, можете рассмотреть этот вариант. При первоначальной синхронизации всех писем вы сразу же не увидите, соответственно, как только вы перешли на мобильный клиент, и у вас начнут падать новые письма, вы увидите их в мобильном клиенте. То есть весь архив не передается в 1С мобильный клиент. Так, ну, соответственно, работа с почтой заключается в том, что есть обработка входящих писем, видите все тело письма, можете просмотреть все вложения, соответственно, ответить, ответить всем. Все это доступно, все функции. Тут никаких, как бы, проблем с этим не будет. Исходящие письма, соответственно, как только вы создаете новое письмо, она предлагает выбрать, ну, или вручную внести адрес, или подбирает из адресной книги. То есть тут уже, насколько у вас настроен этот справочник. Вот, указываете, соответственно, получателей вложения, если они у вас есть на мобильнике, и посылаете письмо. Работа с задачами. Ну, по сути, практически все задачи здесь включены. Согласование, рассмотрение, утверждение, исполнение, ознакомление. То есть все кнопочки, все вложения также вы можете просматривать прямо с мобильного клиента. Все доступно. Задачки видно сразу же все, то есть независимо от того, новые или не новые, вы их увидите. Если они у вас есть, соответственно, в списке при работе. Вот. Каким образом выглядит карточка согласования. Вот. Те же кнопочки, да, там согласовать, согласовать с замечаниями. Обязательно нужно оставить комментарий, если это согласование с замечаниями, или вы отклоняете согласование, не согласовываете. Вот. Ну, не обязательно, в общем, заходить в 1С документа оборот. В этом случае, если вы являетесь, да, там, ну, согласован, там, или исполнителем какой-то задачи, и вам не требуется что-то менять кардинально в документе, вот, а просто выполнить, да, там, или комментарий свой ставить, или просмотреть. Ну, вот, в случае, если уже нужна какая-то поле, такая работа детальная, вот, какой-то реквизит изменить, еще что-то, это уже пока вы делаете в самой системе 1С документа оборот. Но задачку увидите, вот, сможете по ней чего-то написать уже онлайн. В списках задач мне, в поручениях, и на контроле вы обязательно сможете увидеть признак, вот, если эта задачка делегирована вам, вот, или через ролевую адресацию пришла, то есть, соответствующие значки DR будут присутствовать, чтобы вы тоже понимали, что это за задачки, да. И работа с календарем, вот, тоже достаточно удобный такой интерфейсик, вы можете выбирать периоды или просматривать, там, по 3 дня, по неделям, вот, месяц, месячный календарь полностью просматривать, то есть, список событий тоже настраивается, вот, или в рамках дня просматриваете ваши задачи, вот, все зависит от плотности. И, давайте еще раз переключение сделаем, посмотрим онлайн вот эти все задачки, которые у нас есть, поручения, как оно выглядит на мобильном приложении. Сейчас я запущу еще раз демонстражку. Коллеги, какие-то вопросы по ходу, вот, может, уже есть у вас впечатления свои по работе с мобильным клиентом, вот, уже пробовали что-то, может, где-то что-то не получалось, если есть, пишите. Так, сейчас я переключаюсь на телевизор, попробуем. Так. Так, подскажите, видно ли удаленное управление сейчас, вот, мобильное приложение. Коллеги, идет ли трансляция? Так, видно, вроде. Отлично. Так, ну вот, мы подключились к мобильному клиенту, почта у нас здесь не включена, но, в принципе, не проблема. Вот таким образом выглядит календарик. У нас есть здесь уже некие назначенные задачки. Вот, можем их просмотреть. Что-то у нас подвисает. Еще, честно. Так, будет поудобнее. Так, вот некие тесты я тут набросал. Можем создать отсюда из календаря новую задачку. Так, указать начало и окончание этой задачи. Может быть, это у нас будет проходить полный цвет. Обязательно указать цветную маркировку для этой задачки, чтобы их отличать по цветам. Ну и напоминание за 15 минут. До этого напоминал год. Окей. Такого. Можем перемещать эти задачки в другие дни здесь прямо же. Или, опять же, создавать новые записи. Обязательно оставляете какие-либо описания при тестировании. Набрасываете здесь задачки прямо в календаре. Вот здесь вы выбираете, ну или дневной, да, там, какой-то наш план. Или на месяц, или на недельку. В общем, периоды здесь настраиваются. Есть поиск по календарю. Также задачки. Задачки, вот они приходят в рамках документов, которые у нас отрабатываются. Например, нам некое ознакомление пришло. Мы можем или завершить, или повторить данную задачку, процесс. Тоже в зависимости от настроек, которые у нас сделаны. Просмотреть вложенные файлы. И, соответственно, там, например, повторить. Здесь обязательно есть и повтор комментарий оставляем. И повторяем задачку. То есть все обновления, которые будут приходить, вы здесь увидите после загрузки. Мы можем отдельно пофильтровать эти задачки или увидеть общим списком. Здесь у вас уже в течении работы будет увеличиваться список задач. Сможете их фильтровать. Но у нас здесь в основном такие ознакомительные задачки. Отдельных утверждений нет. Есть задачи, которые вы поручаете. Можете их создавать тоже с мобильного клиента. Обязательно вводите исполнителя. По умолчанию выбираем всегда администратора. Добавляем описание. Срок исполнения задачки. Можем назначить важность. Там мы специально с значком указываем важность. Добавляем или предмет к этой задачке, то есть ссылку на какой-либо документ. Ну или вкладываем в файл. И отправляем на исполнение. Здесь по умолчанию, если вы будете постоянно создавать задачки, уже некоторые пользователи зафиксируются. Вы сможете постоянно их подбирать. Уже быстрый такой подбор будет у вас назначен. На контроле все документы, которые у вас на контроле, в самом 1С документа оборот тоже здесь отображаются. Вы по срокам здесь можете увидеть. Доступна адресная книга, ну конечно же, если у вас она заполнена по сотрудникам, по контрагентам и так далее. Это основной рабочий стол мобильного приложения. И дополнительно здесь можно переключаться по тем же задачкам, которые есть. Или есть отдельно быстрые функции создания. Письмо создаем или запись календаря и так далее. То есть отдельно на функции перехода. Все настройки, которые здесь указываются, соответственно здесь находятся в настройках. Какие-то дополнительно можете настройки сделать для календаря. Отображение дата времени увеличить. Периоды отображения по умолчанию. Указать, будут ли использоваться ваши куш-уведомления при исполнении. Ну вот у меня есть задачка тестовая и пришло куш-уведомление. Ну у меня она пришла по другому приложению, поэтому она предлагает открыть другой мобильный клиент. Когда мы просматриваем задачку, зашли, можем просмотреть ее сразу же или отложить на 15 минут. В принципе, нас устраивает вариант отложить на 15 минут. Здесь же, если вы добавляете первый раз отсутствие, в том приложении мы не видели отсутствия, потому что их не было создано. Вы их сначала создаете через общее меню, первое свое отсутствие, и потом у вас уже это будет здесь в быстром доступе доступен ярлычок «Мое отсутствие». Вот сможете здесь добавить или увидеть, также отобрать по дням, какие у нас планируются отсутствия. У меня там 25 сентября удаленная работа планируется. Ну вот, в принципе, это все, что можно поработать с мобильным приложением. Обновление у нас проходит с центральной базой. Так, у нас есть еще вопросы, давайте посмотрим. Для подключения мобильного клиента требуются ли дополнительные лицензии? Так, вот здесь вопрос хороший. Насколько помню, мобильный клиент в своем сеансе, ну вот, вы скачали, подключаетесь, лицензию, он, ну, то есть лицензии для своего мобильного клиента не надо, а вот в рамках как сеанса подключения надо посмотреть. Я вот сейчас засомневался в ответе, но, Дмитрий, напишем вам по этому вопросу. Так, служебку и отправить ее по выбранному маршруту. Нет, как раз таки, Александр, служебку мы здесь не направляем. Простая задача исполнения используется. Вот, если вам нужно отправить по маршруту, никому, соответственно, вы уже заходите в общий DNS документооборот, там создаете документ, направляете ее, обрабатываете, направляете, она идет по маршруту, а вы уже дальше можете по задачкам там чего-то, ну вот, как у меня пришла задача, да, там, рассмотреть, вы рассмотреть сможете там, или на повторное согласование ее направить, если вас что-то не устроило. Вот, а в рамках вот данного приложения это недоступно, а дальше уже, когда вы будете переходить на новое мобильное приложение, которое DNS сейчас дорабатывает, вот там уже можно будет создать служебку в этом мобильном приложении и направлять ее по маршруту. Так, сейчас мы даже можем посмотреть автомобильное приложение, название, как-то оно там называется, быстрый доступ, сейчас секундочку вам скажу. Документооборот МК, вот, доступно для документооборот, соответственно, код и ДГУ. Но это пока, опять же, это бета-версия тестовая, вот, вы можете только посмотреть, как там планируется, вот, там и документ можно открыть, и реквизит можно прочитать по документу из самой DNS, вот, и уже по маршруту направить документы. Ранний доступ, вот, документооборот МК, ранний доступ. Можете тоже сейчас это в Google Play поискать и найти. Так, коллеги, есть ли еще вопросики по мобильному приложению? Так, у меня остается вопрос по поводу лицензирования, то есть, ну, опять же, мобильный клиент бесплатный, а дальше уже сама лицензия у DNS кушается ли, это я вам напишу обязательно. Так, у нас еще здесь есть информация по центру сертификации FuderLine получил CSO, то есть, наша компания может уже проводить обучение. Есть наше обучение уже, которое создают консультанты, проводят, групповые, индивидуальные. Вот, через нас можно записываться на курсы DNS, то есть, если вас интересует какое-либо обучение, тоже обращайтесь, можете зайти на сайт, тоже почитать, вот, ссылочка. Так, есть ли еще вопросы, ребята? Так, вопросов нет, всем спасибо. Вот, надеюсь, сегодня какая-то информация усвоилась. Вот, мы прошлись, скажем так, по верхнему уровню, по сути, были вебинары у нас по общей работе с 1С документа оборотом, по работе с бизнес-процессами, мы настроечку просматривали, бесшовная интеграция была, ну и вот сейчас с мобильным клиентом поработали. Вот, если у вас есть какие-то планы, вопросы отдельно, которые можно было бы вынести на наши вебинары, пишите, мы будем их рассматривать и готовить для вас эту информацию. Всем спасибо, презентажка и видео будет вам отправлен на деда. Всем спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok